Актёры Магаданского государственного музыкально-драматического театра приняли участие в международном творческом конкурсе, посвящённом литераторам-юбилярам 2020 года Антону Чехову и Михаилу Шолохову. Талант магаданских конкурсантов эксперты оценят 15 и 16 января в рамках Второго международного конгресса волонтёров познавательного туризма, культуры и медиа, «Живое наследие малой родины» и литературного фестиваля «Узнай Россию. Донское слово». Колымские конкурсанты приняли участие в формате онлайн, отправив в Ростов-на-Дону пять работ в жанре чтецкое искусство. Из числа творческого материала три коротких рассказа Антона Павловича Чехова исполнил руководитель литературно-драматической частью Магаданского музыкального и драматического театра Игорь Дадашев. Фрагмент чеховской каштанки представила актриса театра Александра Солдатова и монолог из романа Михаила Шолохова «Они сражались за родину» прочитал артист Владислав Поляков. «Главное, дети у тебя есть. Дети, брат, сейчас главная штука. В их самый корень жизни, я так понимаю. Им придется налаживать порушенную жизнь. Война-то разыгралась нешуточная. А женщины, скажу тебе откровенно, самый невероятный народ. Иная в три узла завяжется, а своего достигнет. Ужасно ушлые животные, женщины». Сценическая речь – это одно из основных профессиональных средств выразительности актера. Оно входит в базовый курс обучения актерскому мастерству в театральных училищах и институтах, отмечают сами артисты. Все три магаданских участника творческого конкурса в Ростове-на-Дону получили высшее театральное образование. Они владеют искусством сценической речи. В этом масштабном конкурсе участвовали жители 72 регионов России и 28 зарубежных стран. На нем было представлено более 1700 работ. Жюри выбрало из такого большого количества конкурсантов самых достойных. Среди лауреатов оказался Игорь Дадашев с чтецкими работами. «Почему жюри выбрало мои работы, я не знаю. Может быть, потому что я сделал свои три коротких рассказа, как короткометражные фильмы. Подобрал соответствующие кинофильмы, кинохронику, столетние давности фотографии, разные картинки. Для меня, как для режиссера, было важнее создать атмосферу дореволюционной Москвы, поэтому я перекрыл большую часть своих номеров кино и фотокадрами. Можно сказать, спрятался за ними. А вот для моих коллег гораздо важнее было показать всю свою богатую мимику, актерскую игру, поэтому в плане видеоряда их номера не получились столь разнообразными, как мои. Но, тем не менее, и Владислав, и Александр блестяще прочитали отрывки из Шолохова и Чехова. Так что мне немного обидно за то, что жюри этого конкурса не отметили работу моих коллег». Основным критерием оценки для жюри была подача материала. Из трех магаданских актеров лауреатом стал Игорь Дадашев. Все трое участников награждены благодарственными письмами. Окончательные итоги конкурса подведут в середине января. Надворный советник Семен Петрович Потыкин сел за стол, покрыл свою грудь салфеткой и, сгорая нетерпением, стал ожидать того момента, когда начнут подавать блины. Перед ним, как перед полководцем, осматривающим поле битвы, расстилалась целая картина. По итогам фестиваля планируют создать видеосборник из лучших работ творческого конкурса. Сборник направят в федеральные органы, образовательные организации, учреждения культуры, а также в русские школы за рубежом.